здравствуйте мы с вами сегодня разбираем 24 номер из егэ ну и значит что у нас здесь идет за четвертом номере это работа идет с файлами работа с файлами и работа с текстом обработка каких-то строк обработка текстовых файлов все это идет как раз в 24 номере ну и давайте начнем с самого такого простого номера то есть у нас идет именно обработка небольших каких-то вот или больших до строковых данных в текстовом файле находится цепочка символов латинского алфавита нам сразу ограничение идет что используется только буквы а b и c найдите длину самой длинной под цепочки состоящие символов c как мы это будем искать я предлагаю вам решение через циклы вайл значит нам с вами сегодня будут нужны некоторые данные и давайте кое-какие функции мы напишем прямо с самого начала до значит начнем с самой такой функции который нам будет сегодня нужно это функция лен может быть кто-то знает но на всякий случай я напомню да и так функция ленту все буквы конечно маленькие у нас здесь идут да так функция лен она нам возвращает длину строки параметром ее является какая-то строка да то есть у нас как параметра именно строка я напишу здесь вот прям строка так следующая функция которая очень тоже может быть пригодится вам эта функция каунт значит каунт это здесь не функция это именно метод то есть смотрите вы пишите название сначала строки то есть какая-то у вас есть рукава перемен например с дальше вы ставите точку и пишите название вот этого метода который вы сейчас используете каунт каунт вам считает считает сколько раз встретил строки с какая-то данная какая-то под строка да то есть у нас аргумента будет под строка или какой-нибудь символ да то есть в основном здесь используется конечно символ вот так вот так что еще может пригодиться еще интересный момент это методы find и r find значит это тоже методы поэтому они пишутся естественно после точки значит find находит первое включение в строку первый методу с левой стороны до самое первое включение строку какой-то вот опять таки под строки да или какого-то символа то есть мы здесь лучше наверно все таки основном символ будет использоваться символ это первое включение есть еще один метод метод называется r find это соответственно то включение которое у нас будет последние да то есть включение с правой стороны метод r find вот он идет этот метод так ну и что еще может пригодиться да для в принципе наверное все до основной ям как бы написала ну я думаю чтение с файла вы уже знаете как делаю то есть от функции Райт Лайн да это мы с вами тогда закрываем пока и И возвращаемся к нашим цепочкам символов. Ну, первое, что мы с вами должны сделать, это, безусловно, наверное, открыть файл на чтение. Ну, или просто открыть файл. То есть мы прописываем название текстовой переменной. Когда я сейчас вот говорю текстовой переменной, это имеется в виду файловая переменная. То есть мы с вами открываем вот этот файл. Мы можем сейчас не указывать, как у нас это переменная на чтение или на запись используется. Самое главное нам с вами это написать название файла. Если вы ошибаетесь в названии файла, то естественно он у вас не откроется. То есть k70.txt. Все, есть название файла, мы с вами почти написали. Обязательно пишем вместе с расширением. Так, не забывайте, что если вы еще раз потом файл хотите в этом случае просмотреть, то в конце вы должны будете написать f.close, то есть закрыть файл. Теперь, что нам нужно будет сделать? Я предлагаю просмотреть, то есть смотрите, вариант какой решения. Мы идем по нашей цепочке. И когда у нас как раз начинается наша подцепочка из букв С, мы по цепочку проходим целиком. То есть получается, смотрите, как мы идем по вот этой вот цепочке. То есть вот у нас какие-нибудь символы пошли в ней. И потом мы что делаем? Мы берем просто и эти цепочки. Когда она закончится, мы из цепок выходим. То есть вот у нас пошли символы какие-то. Смотрите, сам принцип работы просто объясню один разочек. То есть я вот так просто по клавиатуре побью. Вот так вот, например. Нам нужно будет, например, цепочку, которая состоит только из букв F. Где-нибудь еще вот здесь добавим F. Какая нам разница, какие буквы B или F. Так, что мы смотрим? Вот мы начали вхождение. То есть мы начали с самого первого символа цепочки. То есть вот он, например, первый символ цепочки. Так, что мы делаем дальше? Мы вот здесь остановились. То есть мы вот вошли, когда и у нас это 0. Вот сюда мы зашли. Потом мы начинаем идти. О, символ F встретили. Мы хотим найти, сколько было максимально одинаковых символов F. То есть цепочка, состоящая только из символов F. Смотрим. Вот сколько их подряд. То есть пока это символ F, мы считаем длину нашей цепочки. Ну, в данном случае у нас получается, что длина цепочки это 1. И мы как бы это максимально наше запоминаем. То есть вот оно, максимальное значение. Смотрим. То есть дальше не F, а это не цепочка. Вот она цепочка. Там где F началась. Но опять у нее длина всего лишь один. Ушли на следующий символ. И вот, наконец, мы нашли какую-то вот опять букву F. Смотрите, мы зашли сюда. У нас сначала текущий символ это какой-то ИТ-символ. И дальше мы отдельно просчитываем, сколько же у нас длина. То есть мы работаем именно с этой цепочкой. 1. Там дальше у нас получается 2, 3, 4. И мы в конце концов вышли с длиной цепочки. Это именно 4. Сравниваем эту цепочку, длину, вот текущую цепочку с максимальной. И понимаем, что вот это число, оно больше. То есть я предлагаю просто идти отдельно по вот тем цепочкам, которые нам с вами нужны. Вот она эта цепочка, да? Нашли еще раз цепочку из F? Еще разочек по ней. Как это все реализовать? Нам нужен будет внешний цикл, который отвечает за, ну скажем так, вообще прохождение по нашей строке. Нумерация начинается с нуля. Поэтому мы пишем, что и равняется, например, нулю. То есть и у меня будет индекс. Дальше мне нужна какая-то буква для того, чтобы запомнить максимальное. То есть так как мы ищем максимальное, то вначале мы в максимальное, естественно, помещаем самое короткое значение. Но в нашем случае у нас ничего нет, значит это ноль. То есть ну нет вообще. Меньше чем ноль не может быть. Теперь организуем цикл while. Так, цикл while организовали. Условие у нас идет везде такое, что мы не должны выйти за пределы строки. То есть и меньше чем лен от s. То есть вот так мы обрабатываем строчку. Так, ну естественно, я, конечно же, s забыла задать, да? Смотрите, s это из файловой переменной f. Мы считаем одну строку, redline. Скобочки показаны, что по умолчанию вся строка. Итак, все. У нас внешний цикл работает просто со строкой, да? Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно будет обработать цепочку. То есть мы сейчас ищем цепочку из символов, которые нам удовлетворяют, да? Как бы. Так, ну нам нужно длину цепочки найти, поэтому берем k равное 0. Вот она. А теперь идем по цепочке. Первое условие, которое вы в любом случае проверяете, это условие невыхода за пределы строки. То есть невыход должен быть за пределы строки. Значит, что у нас на невыход? Это опять вот это условие, что i меньше, чем лен от s. Вот оно. Есть. Первое условие у нас есть. Теперь мы проверили, что мы за пределы строки не вышли. И второе условие то, что мы работаем с нужной нам цепочкой. А нужная нам цепочка состоит только из буквок c. Значит, s с индексом i должно равняться символу c. Вот оно. Вот у нас все условие. Теперь, что мы должны сделать? Мы должны, во-первых, уйти на следующий символ обязательно. Это не цикл for, поэтому мы должны это сделать сами. И второе мы должны посчитать, сколько у нас символов нашей цепочки. Так, значит, когда мы выйдем из этого цикла, значит, наша цепочка обработана. Все. И у нас получается на выходе длина этой цепочки. Если мы ни разу в цикл не зайдем, значит, просто длина останется равна нулю. Ну и раз у нас длина уже есть, мы ее должны будем сохранить в какую-то переменную нашу m. Значит, мы сравниваем, находим максимальный между m и k. То есть между максимальной длиной m и текущей длиной k. Теперь маленькое такое замечание. Вот сколько у вас циклов while, столько раз вы должны перейти на следующий символ. То есть прописать условие, что i равняется, да, то есть i плюс 1 или i плюс равно, да, 1. То есть неважно как. Так, еще раз, сколько циклов while, вот они, да, столько должно быть у вас, и плюс 1. Вот это обязательное условие, иначе ваша программка просто зациклится. Так, ну и что осталось сделать? Осталось нам с вами что сделать? Это вывести то, что мы с вами сейчас считали, то есть это m. Вот оно. Так, второе важное условие, когда мы с вами работаем с нашим циклом, это обязательно нужно сохранить программку рядом с вашим файликом. Ну вот я заранее сделала папку 24, то есть все файлы у меня вот здесь вот. Вот видите, их очень много здесь. Это задание из Полякова. И файл мы сохраняем обязательно вот именно там, да, то есть они должны быть рядышком. Вот я в эту папочку как раз и сохранила, да. Так, ну я заменяю. Иначе просто у вас файл не откроется. Так, ну вот мы запускаем и видим такой странный результат 0, да. Что же у нас в чем проблема? Как проверить, все ли вы как бы… А вдруг это правильный ответ, да. Что делаем? Можно просто взять для себя, да, посмотреть, а сколько же у нас было в этой строке символов c. Потому что 0 будет если в том случае, только если у нас вообще не было этих символов c. Значит, s.count прописываем, то есть для себя проверку делайте. И проверяем, сколько же у нас было этих буквок c. Так, ну и скобочку осталось закрыть, да. Смотрим. Вот как раз у нас их и было, так кажется, 0, да. То есть все правильно, у нас программка выдала. Ну это, кстати, правильный ответ. Так. Теперь мы с вами разбираемся. Это вот как бы самая такая маленькая, самая простая программка, да. Так, вот она у нас, да. Но основная вот работа именно с подцепочками, это вот основывается вот примерно на таком. Есть еще вариант поработать с цифрами, но мне вот, например, больше нравится такой способ. Второй способ, я думаю, вам покажут в следующий четверг. Итак, смотрим дальше. Номер 71. У нас есть в текстовом файле, К8, да, 100, цепочка символов. У нас тоже есть в ней буквы заглавные алфавиты, в этот раз смотрите, от А до З. И плюс еще и цифры. Нам нужно найти длину самой длины подцепочки, состоящей из одинаковых символов. Если в файле несколько подходящих цепочек, да, то нужно взять первую из них. Теперь смотрите. Сначала нам нужно вывести символ, из которого строится эта цепочка, а затем через пробел длиной этой самой цепочки. Как будем решать? Ну, во-первых, в принципе, работа с подцепочками, смотрите, она у нас уже есть, да. Условие только какое у нас? То, что подцепочка должна состоять из одинаковых букв. То есть вот текущая буква, да, ИТ. И следующая за ней И плюс первая. То есть вот они одинаковые должны быть, да. И условие, смотрите, какое осталось поменять. Вот текущая буква это СИТ, а следующая за ней получается С с индексом И плюс один. Вот оно. И у нас условие, что эти буквы должны быть какими? Одинаковыми. Все. Вот у нас условие нашей цепочки. В принципе, мы можем, наверное, сейчас посмотреть, какая у нас будет максимальная длина, да. Ну, давайте попробуем. В принципе, у нас сейчас она так. Что у меня там получается? Ага. Вот. У меня идет выход за пределы цикла. За счет чего? Вот смотрите. Вот здесь у нас идет условие, что мы должны докатить до конца строки. Если же вы прописываете, что у вас не просто ИТ символ, да, а И плюс первый. Вот он. Значит, И плюс первый символ тоже не должен выйти за пределы строки. Значит, как это реализовать? Либо вы вот здесь вот прописываете И плюс один. Здесь вот И плюс один, да. Либо второй вариант. Это то же самое, да, ведь? Вот от длины отнимаете то, сколько вы прибавили. Вот это обязательное условие. Еще раз. Смотрите. Вот какое у вас здесь самое большое было значение, а И плюс один явно больше, чем И. Значит, вы обязательно должны это учесть для того, чтобы не выйти за пределы строки. То есть либо И плюс один меньше, чем длина строки, либо просто от длины отнимаете один. Как вам больше нравится. Так. Ну и давайте смотрим. В этот раз вот она у нас запустилась. Чего-то нам она посчитала, да? То есть вроде как она на длину смотрит. Значит, моя любимая ошибка – это то, что, безусловно, вы не поменяли. Я тоже с вами, конечно же, не поменяла название файла. То есть К8 здесь у нас идет 100, да. Вот она нам что-то посчитала, да? Теперь у нас есть, безусловно, ошибки. Давайте думать. Какая у нас будет сейчас минимальная… Во-первых, мы выходим за следующий символ, да? То есть мы работаем уже сразу с двумя символами. Вот если он у нас равен, как минимум сколько одинаковых символов может быть в нашей подцепочке? Смотрите, помните, мы там рисовали, да, какую-то цепочку брали, вот она. Как минимум сколько уже одинаковых будет? Один. То есть мы начинаем в этот раз не с нуля, а начинаем мы с единички. Так. Ну и исправляем. То есть наша длина цепочки, минимальное значение – это не ноль. В этот раз это один. Потому что мы сравним и этот символ, текущий, да, со следующим. Поэтому начинаем мы именно с единички. Так. Ну и смотрим. С нас спрашивают, что вы видите сначала символ, да, из которого строится эта подцепочка. Через пробел длину подцепочки. Длина у нас есть. Теперь она еще и правильная длина, да? Теперь как проверять вообще саму задачку? Когда вы вот начинаете делать проверку, с символами обязательно проверку делайте. Файлы очень большие. Вы не знаете, насколько правильно работает ваша задачка, да? Что вы делаете? Вы пишете комментарии. Значит, комментарии к открытому файлу добавляем. И добавляем комментарии вот к этому f.redline. Потом просто их легко убрать. То есть вы программку написали, осталось его немножко проверить и посмотреть, как она работает, да? Теперь вы сюда вот берете и какую-то строчку пишете сами. В принципе, вам не важно, что у вас там будет в этой строчке, да? Большие или заглавные, буквы не заглавные. Вам нужно самое главное проверить, да? Вот пусть, так, два символа. Так, ну пусть будет, например, один символ. Так, ну и раз, два, три символа. То есть вот у нас строчка. Проверяем, правильно ли она у нас работает. Максимальное по этой строке должно быть равно трем. И вот она у нас как раз все правильно посчитала. То есть да, все классно. Теперь нам нужно найти сам символ. Как его найти? Наверное, символ мы будем искать там, где мы сменяем вот этот максимальный. То есть нам же нужно символ, который максимальное число раз повторился, да? Вот там, где вы нашли вот это максимальный, там вам и придется сменять символ. Но если мы будем использовать max, то нас это условие как бы не очень устроит. Поэтому в этом случае мы прописываем if. Значит, смена максимального на новую длину цепочки. Наше максимальное было неправильное. Значит, оно было на самом деле меньше. То есть если оно было меньше, чем текущее значение, что мы делаем? Мы, во-первых, максимальное заменяем на k. А во-вторых, мы запоминаем какой-нибудь символ. Ну пусть будет b, например, да? Как хотим, так и назовем. То есть нам нужно вот этот символ запомнить. Символ – это тот, который у нас сейчас, в принципе, был, да? То есть мы должны запомнить этот символ. Смотрите, у нас условие было с и т е равно с и плюс первым. Когда мы выйдем? Когда оно станет неравно, да? То есть это вот как раз наш текущий символ. Последний символ нашей цепочки. Ну и здесь прописан с и т. Так, смотрим, правильно ли у нас работает. Ага, осталось еще что вывести? Осталось вывести сам от символа b, да? Вот прописываем b и выводим его, да? Так, ну, смотрим. Значит, символ f в нашей строке повторился три раза. И это было максимально. Вот теперь мы с вами проверили на небольшом примере, который мы легко можем увидеть. Убрали все это вместе с решеткой. И то же самое здесь. Решетку, знак комментариев мы убрали. Ну и теперь запускаем программку уже на готовом, вот на том текстовом файле, который у вас там был. И ответ у нас получается. Теперь обязательно смотрите, как с вас спрашивает запись ответа. Через пробел. То есть в ответах вы пишете именно s пробел 4500. Было бы написано без пробелов, без разделителей. Значит, в ответе, вот именно ответ, который у вас будет вводиться на kg, да? Вы будете писать так, как надо. Бывает так, что ребята нашли правильный ответ, да? Но не обратили внимания на то, как его нужно записать. Написали через запятую. Все это проверяется программно. Апелляции вы подать не сможете. Слова, что я правильно нашел, да, но я там неправильно записал, уже не сработают, понимаете? Поэтому очень внимательно смотрите, что с вас спрашивает, как записать ответ. Все. Значит, мы в ответе вот напишем здесь именно s пробел и потом длина цепочки 4500. Все. Смотрим следующий номер. Это номер 79. Задачка почти похожа, да? То есть максимальное количество идущих подряд символов, среди которых каждые два соседних различны. Так. Два соседних у нас различны. Вот остается в нашу задачку, наверное, вот сюда добавить вот так вот знак, который мы ставим, это не равно, да? Так, ну и давайте только сейчас вот прикинем. В этот раз у нас получается, что задачка будет, да? С чем связано у нас, во-первых, так. Во-первых, у нас связано с файлом КВ-7.3, да? То есть я должна подправить название файла обязательно. Когда вы сейчас будете делать, исправляйте обязательно название файла. Я вот сама, когда готовилась, у меня получилось так, что я очень долго проверяла, искала ошибку. 20 минут искала ошибку, оказывается, я не тот файл написала. Так, смотрим, что у нас здесь должно быть, да? Так, наша цепочка состоит из каких символов у нас там получается, да? Из неодинаковых, да? Ну и в принципе вот они, неодинаковые символы, 75, в принципе все. То есть задачка почти такая же, чуть-чуть немножко подправили. Так, ну и я думаю, с легкими задачками мы с вами уже закончили. Так, немножечко разминочку сделали. Нам нужно уходить на более сложные номера. Так, номер у нас 138. Вот он, да? Смотрим. Итак, у нас есть опять текстовый файл, который какой-то, да? Так, сразу его исправляем. Что это 24, потом минус S1. Вот так. Так, ну нам написать, что там не больше, чем 106 символов, то есть не больше, чем миллиона. В этот раз у нас есть с вами строки, да? То есть здесь отдельные строчки. Вот эта наша задачка, она уже полностью не подходит. Итак, отдельные строчки. Нам нужно найти, сколько строк, в которых буква К встречалась чаще, буква У. Ну и в принципе, наверное, нам нужно найти количество. Сразу в количество мы с вами заносим 0. То есть еще не было таких строчек. Теперь нам нужно с каждой строкой поработать отдельно. Файл состоит из строк. Очень удобно, если считываем строки, например, вот так. Смотрите, для S. Откуда? Из F. Все. В S у нас будут последовательно проходить все строчки из нашего файла. И внутри вот нашего цикла мы будем работать именно с этой строкой. Теперь нам нужно, чтобы буква К, то есть количество букв К в строке С, было больше, чем количество букв У. Помните, я вам вначале показывала метод, да? Это метод count. Решение на самом деле получается очень простое. То есть мы прописываем из какой строки, да? Теперь считаем count. И нам осталось только что. Указать, какой символ, да? Так, символ у нас получается К. Так, чаще. Чаще, значит, это знаков ставим больше. То есть количество букв К должно быть больше, чем количество букв У. Ну, вот можно просто копировать. Так, и здесь изменяем на букву У. Если у нас получается, что количество больше, то мы увеличиваем нашу К на единичку. Все, так. Ну, осталось что только сделать. Осталось вывести это К. Принт К. Вот вроде бы, да, задачка уже много строчек, а тем не менее, задачка достаточно простая. Так, название файла мы поменяли. Все у нас должно быть правильно. Да, ответ у нас получился 137. Так. Ну, и вот такой большой у нас так. Где-то я помню, чего-то потеряла. Так, ну, задачка все же потеряла, да? Ну ладно. Потом мы посмотрим. Так, 165 номер. Итак, огромный текст. Ну, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Пробуем нашу задачу сейчас разбивать на какие-то подзадачки, да? Так, смотрим. Текстовый файл состоит не более ищется, чем из миллиона заглавных латинских букв. Есть. Текст разбит на строчки, то есть у нас будет много строчек. Нам надо найти строку, содержащую самую длинную цепочку стоящих подряд одинаковых букв. Если таких строк несколько, надо взять ту, которую файл встретился раньше. Определите, какая буква встречается в этой строке чаще всего. И смотрите, в ответе запишите сначала саму букву, а затем сколько раз она встречается во всем файле. Ну, и давайте попробуем вот эту задачу разбить на части, то есть как бы разбить ее именно на подзадачки. Так, все, вот она задачка 148 была. Итак, смотрим. Значит, у нас найти сначала нужно, вот она, смотрите, первая часть. Вот она, первая часть задачки. Это найти строку, содержащую самую длинную цепочку стоящих подряд одинаковых. Вот первая задачка. Вторая задачка получается, это определите, какая буква встречается в этой строке чаще всего. То есть, смотрите, сначала ищем строку, потом, какая буква вы не встречаете чаще всего. А вот теперь еще и ответ. В ответе мы с вами находим, сколько раз эта буква встретилась во всем файле. То есть, задача, она у вас разбилась на три задачи, так как это не олимпиадное программирование, да, то есть нам не надо, скажем так, не надо нам сейчас смотреть будет, да, то есть сколько у нас там этих секунд или там миллисекунд будет выполняться наша задачка. Да, конечно, здесь желательно найти побыстрее, но, в принципе, мы можем здесь и не шибко сильно торопиться, главное, чтобы у нас было решение правильное. Поверьте, если вы уложите за секунду, а не за полсекунды, вам это будет неважно. Итак, первую задачку решаем. Значит, у нас есть файл. Так, 24, 164. Нам нужно будет найти строку, содержащую самую длинную цепочку стоящих подряд одинаковых букв. Итак, начинаем смотреть. Значит, у нас самая длинная цепочка стоящих подряд одинаковых букв, да. Так, ну, что мы начинаем делать? Начинаем мы с того, что в какую-то переменную m, да, то есть опять максимум нам нужен будет, мы заносим 0. Все, есть. Теперь что нам нужно будет делать? Наверное, нам нужно будет, опять-таки, считать много вот этих строчек. То есть, раз их много, и нам нужно одну из них найти, то вот for s in f. Теперь смотрите, так как нам нужна цепочка, почему я m сделала до начала цикла? Цепочка нам нужна для всего файла максимальная. Поэтому именно вот это m я обнуляю до начала цикла, до того, как я начала работать с переменной s, со строкой. Теперь у меня есть строка. Я начинаю строку просматривать с самого начала. То есть, вот здесь вот я пишу, что i равно 0. Есть. И дальше мы начинаем искать вот эти вот, вот она, наша строчка, она у вас теперь есть. Теперь смотрите, фактически вот то, что мы с вами делали раньше. Пока i у нас меньше, чем ленатес. Вот оно есть. Дальше. Мы работаем с нужной нам цепочкой. Так. Стоящих подряд одинаковых букв. То есть, мы будем сравнивать текущую буковку со следующей буквой. Так, раз как минимум, сколько у нас одинаковых букв будет? Ну, наверное, одна. То есть, поэтому мы начинаем именно с единиц. То есть, как минимум, она одна к нам подходит уже. Теперь идем по нашей цепочке. То есть, вот пока эта цепочка, мы будем количество k увеличить на единичку. Опять условие. И меньше, чем ленатес. Я вам советую сначала вот так написать, а потом уже посмотрите, какое у нас там идет второе условие. Второе условие, что у нас символы одинаковые. Значит, наш текущий символ s и ты, он должен быть равен следующему за ним. То есть, s с индексом i плюс 1. Написали i плюс 1. Значит, сразу изменять условие невыхода за пределы строки. Раз здесь у нас было i, сюда сразу прибавляем i плюс 1. Все. Вот оно у нас условие невыхода. i плюс 1 здесь, и значит, здесь и тоже, и плюс 1. Все. Итак, мы двигаемся по нашей вот этой вот подцепочке, да, текущей подцепочке в строчке s. Что делаем? Увеличиваем количество символов в подцепочке, да, то есть это мы количество считаем. Ну, естественно, уходим на следующий символ. Есть. Теперь, что нам осталось делать? Когда мы выходим из цикла ва, вот этого внутреннего, да, у нас на выходе получается количество текущее в данной цепочке, ну и их, да. Что осталось? Нам нужно будет, наверное, сравнить максимальное с текущим значением. То есть, если наше число m было меньше, чем k, что мы делаем? Мы в переменную m сразу заносим k. То есть, это вот как раз максимальная длина. С нас спрашивали саму строку. То есть, нам нужно было, смотрите, найти строку. Вот оно задание. Найти строку. Поэтому давайте пусть будет у нас какая-нибудь строка x, и мы в нее заносим вот эту строчку s. Все, есть. Теперь второе условие. Сколько вайлов, столько должно быть у вас вот это вот изменение переменной цикла i. Так. Значит, мы изменяем, соответственно, i плюс равно 1. Изменили. То есть, я перешла на следующий символ, да? Смотрим, что дальше нам нужно будет делать. Итак, на выходе, по идее, у нас будет строка, да? То есть, вот это нам даст строку. Первую задачку мы решили. Вот. Найти строку, содержащую самую длину под цепочку. Нашли. Строка у нас теперь x. Все. Она у нас есть. Теперь смотрите, если мы с вами будем искать, сколько раз вот эта вот буковка встречалась, да, какая-то, да? И она встречалась именно в файле. То есть, файл нужно будет закрыть обязательно. Давайте его закроем, чтобы потом не забыть и не потерять. Если вы используете немножко другой способ открытия, то, в принципе, можно не закрывать. То есть, если вы работаете именно с файлом через ВИЧ. Так, все. Нашли строку. Строка x у нас осталась. Файл мы закрыли. Теперь вторая часть задачки. Какая буква в этой строке встречается чаще всего? Так, как решить эту часть задачи? У нас есть строка x. Ну, давайте, во-первых, смотрим, из чего состоит наш цикл, да? Наша строчка из букв английских заглавных от а до z. Есть. Так, ну, наверное, в принципе, если мы с вами посчитаем, сколько раз встретилась буква А, сколько раз встретилась буква Б и так далее, мы будем знать, какая буква нам нужна. Что мы можем сделать? Можно, смотрите, как сделать. Мы можем идти по вот самой вот этой вот цепочке, смотреть, сколько раз встретилась в ней первая буква, сколько раз в ней встретилась вторая буква. Но цепочка у вас, она длинная. То есть, у вас здесь вот будет как раз вот очень много повторов. Поэтому я предлагаю сделать вот такой вариант. Смотрите, мы можем всегда поработать с циклом, который с кодами. Не забываем о том, что у каждой буквы есть ее код. Код из кодировочной таблицы. Итак, у нас пусть будет какая-нибудь переменная i. И давайте-ка попробуем, пропишем. Значит, по алфавиту у нас первая буква идет какая? Это буква А. Мы можем, смотрите, как определить код символа. Это ОРД функция. Я вам советую, кстати, записать. Функция ОРД возвращает код буквы из кодировочной таблицы, которая сейчас используется в вашем файле. Итак, ОРД от чего? Первая буква алфавит у нас это А. Так. Теперь последняя буква у нас получается какая? Это Z. То есть мы берем ОРД от буквы Z. Единственное, что это проверяет, что вы буквы взяли именно за главные. Теперь вспоминаем, что range не берет второй конец. То есть вот это значение он брать не будет. Но нам нужно, чтобы Z. Вдруг она именно Z повторяется чаще всего. Поэтому мы берем плюс 1. То есть выходим как бы. Так. Ну а теперь что нам осталось делать? Во-первых, нам нужна опять-таки какая-то переменная M для того, чтобы максимум найти. Я могу использовать предыдущее значение. То есть M, равное нулю. Вот она. Так. Ну и смотрим. Если M, оно было меньше, если M было меньше, чем? Смотрите, строчка у нас была X. Мы считаем с помощью метода count. Count. Теперь нам нужна буква. Count работает именно с символом. А у нас, вот здесь вот, у нас они коды. То есть и это код символа. Обратное действие – это chr-функция. Она представляет каждому коду, ставит соответствие, соответственно, сам символ. То есть если мы с вами здесь прописываем именно символ, то нам нужно будет ORD. Она возвращает код. Если нам нужно по коду сделать символ, то функция chr возвращает символ по его коду. Итак, мы, смотрите, что делаем. Мы считаем, сколько раз встретился символ A, потом B, потом C и так дальше. И находим тот, который встретился максимально. Почему я опять-таки не использую здесь метод max? Функцию max почему не использую? Мне нужно кроме самого вот этого количества, потому что запомнить еще и символ, который мне был. Чаще всего встречался. Так, ну, количество вот оно у нас, да? И символ нужно запомнить. Пусть будет B, буква, да? У меня. И сама буква – это как раз вот chr от E, то есть текущий какой-то символ. Все, запомнили. Теперь, как мы с вами обыграем, что, смотрите, если таких букв несколько, надо взять ту, которая стоит раньше в уфовите. Если у нас вот меньше, а раньше или позже, да, то есть есть таких вариантов несколько. Когда вы используете вот такое вот условие M строго меньше, когда у нас получается следующее равенство, да, то есть вот, например, буква, пусть будет B и буква D. Каждый встретился по 15 раз. То есть вы букву B тоже встретили, а она 15 раз встретилась. Буква D тоже 15 раз, но у нас условие строго меньше. И поэтому та буква, которая встретилась раньше, а мы с вами идем по алфавиту, значит, она и как раз-таки есть первая по алфавиту. То есть вот это условие мы здесь обыгрываем. Если бы условие было, что так нужно взять вот это условие, смотрите, взять ту, которая стоит позже, да, не раньше, а позже. Вот здесь достаточно поставить знак равно. Тогда при равенстве будете сюда тоже заходить. И тогда, смотрите, 15 равно 15, да. И вы возьмете в этом случае букву D. Еще раз, если у вас вот здесь вот будет позже, то есть, да, или ту, которая встретилась позже, да, то есть не раньше, а именно позже, тогда вам достаточно вот сюда поставить знак равенства. Ну, у нас раньше, поэтому строго меньше. Смотрим. На выходе из этого цикла у нас получается название буквка B, да, переменная B, хранит тот символ, который чаще всего встречался. Все, есть. Так, ну, что осталось сделать? Нам осталось посчитать, сколько раз он у нас встретился во всех наших строчках от символа B. Что мы делаем? Мы опять открываем файл на чтение. Ну, или просто открываем файл. Я не указываю, что он на чтение у меня. И нам надо напечатать, да. Что нам нужно напечатать? Смотрите, воспользуемся тем, что, ну, как бы, чтобы короче писать, да. Сразу print B и воспользуемся возможностями теперь питона. То есть, смотрите, мы считаем сумму. Сумму от чего? Нам нужно посчитать действие какое. Так, это у меня, пусть будет, да, S, например. Здесь, в принципе, можно любую использовать, какую хотим. S-count. Теперь, count от чего? Что я считаю? То есть, сколько раз встретился символ B? Вот, еще раз. Символ тот, который у меня встретился, да. Теперь для чего я его считаю? Для каких S? Для S из F. Все. Здесь двоеточие не ставится. Проверяем только баланс скобочек. Так, ну, если нигде я не ошибаюсь, то у нас получается все. Теперь маленькое только замечание. Вот, посмотрите. В ответе для этого примера, да. Здесь спрашивают без, видите, без пробелов. То есть, вот ответ, когда будете такой вот набирать, внимательно опять еще раз смотрим. То есть, ответ должен быть здесь без пробелов. Ну, так как мы с вами его набираем в другой программке, да, то есть, в станции приема экзамена, вот этой вот, то здесь вам не важно, напечатан вам пробел, не напечатал. Это ерунда, да, для вас. Самое главное то, что ответ вы получили правильный, и вы его просто правильно набрали. Все. Так, ну, я думаю, если бы вопросы были, вы бы их, наверное, задали. Так, давайте все-таки еще одну задачку посмотрим, тоже как раз вот с длинными и с кодами символов. Номер 148. У нас есть какой-то текстовый файл. Так, давайте сразу подправим. Вы пока задачку читаете внимательно. Итак, текстовый файл 24 минус S2. В нем только буква заглавная, да, латинского алфавита. И нам нужно найти символ, который чаще всего встречается в файле сразу после буквы X. Итак, смотрите, либо мы сейчас будем просматривать каждый раз, либо еще один такой, я вам предлагаю, вариант решения, это воспользоваться дополнительным циклом. Так, ну, давайте попробуем. Значит, что мы делаем? Что мы будем сейчас делать? Смотрим. Значит, нам нужны будут, что здесь? Нам нужны будут только заглавные буквы и какая буква встречается чаще всего. Давайте-ка мы с вами попробуем. Воспользуемся функциями, опять-таки, URD и CHR. Ну, то есть, смотрите, давайте посмотрим, какой же код, например, у буквы А, да? О, R, D, в скобочках А. И код у нее 65. Ну, логично, что, наверное, они идут по алфавиту, да? Вот давайте Z посмотрим. И Z 90. То есть, 65 по 90. Вот у них коды. Теперь вы для себя можете что сделать, попробовать, да? А что можно сделать, это посмотреть. А как же нам их связать? Давайте попробуем все это обыграть. Сначала, как бы, вот решение, да? Сейчас я все сотрю только. Первое, что вы делаете, это в любом случае, как бы, вот накидывать вот это решение, да? Итак, что можно сделать будет, да? Вот она у нас. То есть у нас, допустим, вот она, буква X какая-то была. Как-то мне отдать напишу. Сейчас. Все. Итак, вот у нас буква X. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно будет разобраться, сколько таких символов может быть. Ну, допустим, у нас встретилась буква А, да? И мы с вами говорим, что нам встретилась, например, 5 раз, да? Буква B, например, встретилась, ну, 12 раз. Буква C тоже, например, 12 раз, да? Ну и так дальше. То есть мы не знаем, сколько раз они встретились, но мы их, допустим, просчитали. И так до буквы Z. Во-первых, у нас, смотрите, коды 65, здесь, скорее всего, 66, 67. Ну и так дальше до 90. По 90 включительно. Что же можно сделать? Уже, в принципе, смотрите, у нас есть какие-то данные, да? Удобно, конечно, хранить не саму вот эту букву А, да? Удобно хранить ее какой-то номер. Ну, либо мы будем делать нумерацию 65, но это как бы нерационально, да, наверное. Либо нам нужно сделать нумерацию, нумерация списков идет всегда с нуля, да? 0, 1, 2. Ну, вот это явно будет последнее 26. Теперь давайте-ка подумаем. А как нам получить из числа 65 получить 0? Из числа 66 получить 1. То есть у нас получается вот этот, например, какой-нибудь знак И. А это вот у нас что получается? Это у нас будет ОРД. ОРД от какого-то символа, например, в данном случае от Б. Как нам связать код символа и вот эту единичку? Получается, смотрите, в принципе, если мы отнимаем 65, да, вот оно, 65 минус 65, 0. 66 минус 65, 1. 67 минус 65, 2. И смотрите, связь какая получается. То есть номер, да, в нашем массиве, это будет ОРД от какого-то символа, текущего, да, символа, минус 65. То есть вот мы с вами связали их формулой. И теперь можно будет просто взять и задать вот этот массив, задать список. Для чего мы описали вот этот принтер? Просто посмотреть вот коды символов. Если вы функции выучили, вот эти ОРД, ЦХР, то они вам, в принципе, особо-то не нужны. Так, ну пусть у меня массив будет, например, А. И я его задаю, да. Смотрите, фактически у меня в моем списке, в моем массиве будут храниться количества. Начальное количество – это всегда 0. То есть я сразу в мой список заношу 0. И так как у меня 26 буквок, то пишу, что 26 элементов нулевых будет. То есть фактически у меня А – это количество. Все, есть. Теперь что мы делаем? Мы просматриваем нашу строчку, да. Так, ну, например, for, да, пусть будет. Здесь нам уже, в принципе, без разницы, какой цикл. Так, строка-то у нас одна. ForE. InRange. Мы у нас, у нас не под цепочка. Мы именно у нас работаем с символами, да. Поэтому здесь удобно будет это прописать. len от s. Опять-таки не торопитесь, вы всегда можете здесь подправить. То есть давайте посмотрим, что потом сюда можно будет ставить. Итак, нам нужно будет символ следующий за x. То есть если вот текущий символ – это x, то есть s с индексом и это x. Вот он. Мы его нашли. Тогда нам нужно будет следующий символ, да, посчитать куда-то. Ну и считаем, смотрите. А с каким-то индексом. Вот теперь смотрим, с каким индексом. Мы с вами уже просчитали, в принципе, этот индекс. Вот у нас формула где-то была в пайнте, да. Вот она, эта формула. Вот мы его вводили здесь с вами. Итак, индекс какой у нас получается? Это будет орд. Орд. В скобочках что указываем? От s с индексом и плюс один. Теперь, как только вы написали и плюс один. Первое правило, что мы должны сделать? Чтобы не выйти за пределы массива, значит, отсюда надо единичку отнять. Все. Написали здесь и плюс два, значит, здесь сразу вы читаете два. Так, значит, мы из кода вычитаем 65. Все. Вот оно. То есть вот именно с таким индексом у нас будет наш массив, элемент массива А. И так как это количество, мы увеличиваем его на один плюс, равно один. Все. Есть. То есть на выходе у нас как бы массив вот этот вот А, он будет заполненный как раз количеством. Так, где там я что-то, скобки что ли потеряла, да? Скобки потеряла, вот они, да? То есть орд от символа минус 65. Все. Теперь правильно. Итак, когда мы закончим, просматривайте нашу всю строчку. Кстати, строчку-то я не сдала, да? Так, и сравняется f точка redline. Все, есть. Строчку мы задали. Идем по строке. Массив заполнили. А. Что нам нужно сделать? Нам нужно найти теперь тот символ, который встретился в максимальное число раз. Ну, давайте. m равняется. Мы можем сразу max найти. max от вот этого нашего массива. То есть у нас же там числовые значения хранятся. То есть max от там. Все, есть. Теперь смотрим на само задание. А в задании с нас спрашивали не только, по-моему, количество, да? А нам нужно определить именно символ. Сначала символ, потом сколько раз он встретился. Вот сколько раз он встретился, мы уже с вами нашли. Это m. А теперь сам символ нужно найти. Ну, что можно сделать? Можно просто пробежаться по нашему циклу, чтобы вот сильно так от себя не утруждать. принять принт можно, конечно, все так же, как и предыдущая задача. Ну, мне в этот раз понравилось так вот отдельно, да? Так. Итак, отдельно просматриваем наш массив n. В принципе, мы как бы длину его, конечно, знаем. Это 26 будет, да? Ну, пусть будет вот так. И если а с индексом и вот так вот оно равняется m, то есть вот мы нашли это максимальное, да? То мы что делаем? Нам нужно символ напечатать. Print. Print. Так, что мы там печатаем? Символ, да? Теперь у нас есть код символа. Почти что есть. Помните, вот мы с вами... Вот он. Теперь обратное действие. Мы там вычитали 65, а обратное действие будем что делать? Ну, прибавлять получается. Итак, нам нужно, во-первых, символ превратить его, то есть функция CHR. Дальше мы к i прибавляем 65. То есть обратное действие пошло. И плюс 65. Вот у нас символ. Ну, а теперь осталось нам напечатать, сколько раз она встретилась. m. Если не хотим просматривать до конца, нам же спрашивают, смотрите, если несколько, да? Нужно вывести тот, который стоит раньше в алфавите. Мы можем здесь вот даже остановить наш цикл, да? То есть break. Можем не останавливать, тогда у нас выйдет несколько возможных значений. Ну и в принципе все. То есть мы что-то уже выводим. Ну, вот ответ у нас получается у и 1618. То есть ничего такого страшного в этих задачках нет. Единственное, что 24-я задача, она однобальная, к сожалению. Так, теперь 166-я задачка. Итак, смотрим. У нас есть опять какой-то файл. Опыт Prime. Давайте сразу подправим название файла. Вот он, этот файл. Так, файл разбит на строки различной длины. В строках, содержащих менее 15 букв G, нужно определить и вывести максимальное расстояние между буквами в одной строке. Так, вот здесь вопрос, да, сразу возникает. А сколько нужно будет значений выводить? Много или только какое-то одно? Итак, самое вот смотрим на пример. В этом примере во всех строках меньше 15 букв. То есть первое слово проверяем, что в нашей строке меньше 15 букв G. Самое большое расстояние между одинаковыми буквами в третьей строке между буквами Q. И для данного примера нужно вывести число 4. Вывод делаем. Сколько нужно будет чисел? Одно. То есть мы находим фактически максимальное. И оно будет у нас одно, значит, мы пишем M равняется 0. Все, есть. Если бы вы искали минимальное что-то, да, то для минимального вот у вас значение, это 10, 6. У вас для этого используется. Так, строчек много. Значит, мы пишем, например, для S, откуда из файла F. Все, есть. И строка у нас теперь есть. Первое условие, которое мы проверяем, что в нашей вот этой текущей строке букв должно быть G меньше 15. Иначе мы даже обрабатывать не будем. Так, строчка S. Считаем количество букв. Значит, S count. Count количество, да, у нас как раз. И буковка у нас G. Количество должно быть меньше. Менее 15. Значит, менее это строго меньше. Вот если было бы, например, не более, да, тогда бы вот не более 15, 15 тоже бы подошло. Но если у нас именно менее E, менее, значит, строго меньше. Вот с этими словами очень аккуратно надо быть. Потому что иначе можно что-то не учесть. Так. Итак, нам строка вот эта подошла. Что нужно? Смотрим. Вот мы сейчас вот эти условия строк, содержащие менее 15 букв К. Определить и вывести максимальное расстояние между одинаковыми буквами в одной строке. Ну, что можно сделать? Можно сильно не заморачиваться с не так же, я думаю, здесь будет много. То есть вот работа цикла. То есть можно сильно не заморачиваться и просто всю строчку пройти. Итак, for тоже делаем. То есть мы работаем со строкой теперь, с текущей строкой. For и in range. Это не под цепочкой. Цикл for очень удобно сделать. Так, для чего? Ну, Лена, ТС пусть будет, да? Так, что мы делаем? У нас есть какой-то текущий символ S с индексом M. И нам нужно найти между текущим расстоянием символом, да, и его последним встреченным символом. То есть нам нужно найти код последнего найденного такого же символа. Функция есть поиск, смотрите, найденного, да, find. А последний, то есть right find, да, r find будет. То есть справа, который ищется. Ну, что нам нужно сделать? Итак, у нас текущий символ и ты. Значит, нам нужно найти вот это расстояние. Можем, смотрите, нам сам символ-то надо, не надо. Ну, значит, сразу max прописываем, да. M равно max. То есть можно даже вот это вот с помощью ифта не писать. Что сравниваем? Ну, само число максимальное, то есть M. И вот это текущее расстояние, да. Ну, давайте. Наверное, тот, который справа, он будет, по идее, код его будет больше. То есть мы прописываем S точка, S точка, R find, R find. Вот он, R find. Что мы ищем? Последнее включение S и того символа. Вот он, S и ты символ. Вот так. И вычитаем мы с вами, соответственно, что? Вычитаем значение. То есть, смотрите, S, R find нам даст индекс. Индекс последнего включения. А текущее включение у нас это I. Ну и, в принципе, все. Вот наша с вами задачка уже решена. Осталось только вывести, напечатать на экране вот этот принт. Print M. Так, ну, если нигде не ошиблась в печати, да, то, по идее, все правильно должно быть. Так. Ну да, у нас все правильно, ответ у нас получился. Следующую задачку смотрим. 171. Задачка у нас. Опять файл разбит на строки различной длины. Определите максимальную длину цепочки символов, состоящей из повторяющихся фрагментов XYZ. Так, цепочка должна начинаться с символа X и заканчиваться символом Z. То есть, у нас жестко XYZ, XYZ. Смотрите, вот здесь вот Z, она не является началом цепочки. ZXY, ZXY. Оп. То есть, не надо так нам с вами. У нас жестко XYZ. Ну, что делаем? Наверное, опять нам нужно, раз найти максимальную длину цепочки, мы оставляем с вами, что им равно нулю. Так, название файла не забудьте подправить. То есть, вот мы с вами это сделали. И идем мы с вами по цепочке. А раз у нас есть подцепочка, опять-таки удобнее использовать. Так, что нам удобно использовать? Вот у нас есть строка S. И в этой строке мы работаем именно с цепочкой. То есть, мы работаем здесь с цепочкой из этой строки. Удобнее опять взять while. Первое условие пока и меньше, чем ленатес. Чем ленатес. Вот оно. Теперь это мы идем по строке, по всей. Теперь количество. Экран зеркал. Дальше количество мы с вами пишем, что это вот текущая цепочка равно нулю. Дальше. Следующее смотрим, что нам нужно будет сделать. Нам нужно будет найти вот эту нашу подцепочку. То есть, условия работы именно с цепочкой. Ну, опять смотрите. Прописывайте условия не выхода за пределы. Это меньше, чем ленатес. Теперь, сейчас под немножко вот это условие будем подправлять, да? Нам нужно сразу по три символа. То есть, мы должны найти сразу x, y и z. То есть, мы сейчас находимся на текущем символе. Удобно сразу работать с срезом строки. И ты. Теперь ставим двоиточие. Теперь конец строки указываем. То есть, конец вот этой вырезки из этой строки. Нам нужно взять, смотрите, и ты символ, и плюс первый символ, и плюс второй символ. Конец срезки, вот который мы сейчас здесь напишем, он не будет браться. Мне нужно взять, чтобы у меня было, вот смотрите, чтобы и плюс два, он вошел. Если я пропишу так, вот как сейчас вот я прописала, да, то и плюс два у меня не возьмется. То есть, конец вот этой цепочки, он не берется. Условий идет меньше. Поэтому я беру следующий. Не и плюс два, а, соответственно, и плюс три. Вот оно идет, условие. Так. И вот эта вырезка, срезка, да, у меня, она должна равняться, чему получается? Она должна будет равняться у меня какому символу? x, y, z, символам даже, да, получается. И проставляем x, y, z. Есть. И сразу, сразу, вот сколько я здесь взяла, да, но конец у меня не берется. Поэтому условие какое фактически я отберу? Я беру и плюс два. И плюс второй символ я возьму по-любому. То есть, мне здесь нужно будет вот исправлять. Здесь написали, сразу исправлять условие не выход за пределы строки. Так, все. Цикл while у нас с вами есть. Мы его прописали. Что у нас здесь? Во-первых, идем мы с вами. Давайте-ка думать. Поскольку символов нам нужно взять. То есть, у нас здесь должно быть k плюс равно, да, и должно у нас быть i. Тоже плюс, ой, i маленькая, конечно же. i плюс равно. Вот так. Плюс сколько? Поскольку символов, вот здесь вот я сразу смотрю, это и т-символ, и плюс второй, и плюс третий, и плюс один, и плюс два. x, y, z. То есть, я беру сразу по три символа. Вот они мои три символа. Вот они, x, y, z. То есть, количество мы с вами на сколько увеличиваем получается на три символа. И мы с вами тоже уходим на сколько получается, на три символа. То есть, раз мы здесь вот берем по три символа, значит, нам уходить надо сразу. x, y, z нам уже подошли. Сразу на три символа вперед. Все, есть. С цепочкой мы отработали. Теперь цикл while. Сколько while, столько должно быть изменений переменных. Вот он первый while, вот он второй while. Здесь у нас изменения переменной и есть, а вот у второго while нет, да? Ну, что нам, значит, надо сделать? Сразу прописать и плюс равно один. Все, изменения есть. Иначе просто программка зациклится. Так, прописали это мы с вами, да? Что нам нужно сделать дальше? Наверное, найти максимальную эту длину цепочки, да? Так, ну и здесь же, прям сразу ищем. m равняется max. Вот чего? Текущая длина. Ну и как бы вот это максимально. Максимальная длина у нас была m, да? Все. Длину мы с вами нашли. Осталось только что сделать. Найти print. Print. И прописать вот это вот, то, что мы с вами нашли. Так, вернее, print мы, кажется, не ищем, а просто пишем, да? Так, файл вроде правильный написал. Все. Ответ у нас с вами абсолютно правильный. Все нормально. Что здесь может быть? Если у вас попалась задачка, да? Вот если бы у нас была задачка, что не обязательно x, y, z, да? Что цепочка должна начинаться с символа x. Вот если бы этого условия не было. В этом случае вам будет удобнее посмотреть, с чего она начинается. То есть она может начаться, например, с y, да? После y будет еще z. В этом случае это начало цепочки. То есть они такие чередующиеся, да? Дальше она могла начинаться с z. Вот в этом случае я вам советую как бы вот идти именно по... То есть вот этот вайл вот такой вот оставлять, да? Вот если бы не было этого условия. А вот здесь, например, где-нибудь прописать. То есть вот вы внешний цикл оставляете для строки. А здесь вы прописываете, что вот у вас, например, с помощью if. То есть если, например, да, этот текущий символ, это, например, y. То есть s с индексом i, да? И ты. Он равен y. y. Вот он. Есть. Что вы в этом случае делаете? Во-первых, следом за y у вас должен быть кто? Следом за y должен быть z. Тогда вы прописываете в это условие, что s с индексом i плюс 1 тоже у нас чему-то равно, да? И здесь еще как бы проверяйте вот эту длину цепочки. Так, у нас с вами осталось 15 минут. Я вам примерно и так вот, ну, для подобных задач дала уже способ решения. Давайте возьмем все-таки еще одну задачку. Она очень такая интересная. Так. Где у меня это 180? Вот она. Так. 177-й, наверное, уже не успеем взять. Она хоть и маленькая, но как бы смысла нет. Она такая простая, да? Давайте возьмем 182-й все же. Вот эта задачка уже поинтереснее. Так. Смотрим. У нас есть строка тоже из заглавных латинских букв. А еще в ней есть точки. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых не более двух точек. То есть мы опять будем работать. Ну, в этот раз у нас строка только одна, да? Так. Так, строка у нас одна. Так, файл так надо подправить сейчас сразу. 181. Давайте думать. Нам нужно, ну, понятно, что максимальное количество m равняется нулю, да? Теперь вот здесь нужно четко разбирать какой-то пример, да? Сейчас я сотру лишнее. Так. То есть, смотрите, у нас идут какие-то символы, да? Точка, например, да? Символ, точка, опять точка, да? Ну и потом опять символы, точки какие-то. Ну, то есть вот что-то вот такое, да? Все, есть. Теперь давайте-ка прикинем. Нам нужно, чтобы было не более двух точек. Не более двух. Откуда мы можем с вами начать? Начать мы можем откуда получается. Ну, понятно, что первый раз мы начинаем с самого начала смотреть, да? То есть, как бы точка нашего вхождения, ой, сейчас я... Точка вхождения, это вот она у нас, первая точка вхождения. Это буквы вот этот, первый символ. И, соответственно, символ у нас идет нулевой. То есть, начинаем мы с вами вот отсюда. Потом мы считаем, понятно, что мы, наверное, считаем количество точек. То есть, ну, например, КТ я их назову. То есть, КТ, количество точек пусть будет. То есть, вот я нашла точку, и у меня она стала равной чему получается? Вот здесь вот у меня единичка. Вот здесь вот у меня стала двойка. И вот эту точку я уже не беру, потому что она у меня третья. Но не более двух точек, посмотрите. То есть, вот у меня здесь вот не более двух точек. Вот от начала, видите? От начала той строки и до того, как я встречу третью точку. То есть, когда я останавливаюсь. Остановка у меня происходит, когда вот это количество точек станет меньше, когда оно станет равно трем, да? То есть, пока меньше ли равно трем, я буду идти по моей последовательности. Вот оно. Единственное, что потом уменьшим вот это количество и на единичку, потому что остановимся, мы, смотрите, текущий символ, вот остановимся, вот здесь вот, на этой вот точке. Вот здесь мы остановимся. Поэтому нам нужно будет вернуться как бы на один символ назад и минус один будет наша. Длина строки вот она. Есть. Теперь смотрите дальше. Если я начну дальше смотреть вот с этого символа, то я потеряю вот такую цепочку. Так, раз, два. Вот эту цепочку я потеряю. Здесь же тоже все. Смотрите. Раз, два. И вот она, третья точка. Вывод. Мне нужно запомнить новое вхождение. Какое-то, я не знаю, там, например, N нулевое, да? То есть, вот этот номер, вот эту букву D мне нужно будет запомнить. Значит, когда у меня КТ было ноль, и я встретил первую точку, я запоминаю следующий за ней символ. То есть, и дальше я новую цепочку начинаю именно вот отсюда просматривать. Вот с этого N нулевого. И до тех пор, когда у меня не станет, опять, количество точек равно 3. И точно так же дальше. Встретил точку, запомнил следующий символ. Вот у меня следующая цепочка получается. Вот она, по-моему, да, будет. И так до конца, пока строка не закончится. То есть, вот здесь это сам алгоритм. Опять, как работаем с этим алгоритмом? Что и работаем с решением, да? Прежде чем вот вы пишете программку, вам нужно хотя бы себе какой-то пример написать и посмотреть, а когда же вы остановитесь? В каком случае вы будете повторять, идти по цепочке, да, вот по этой? Когда остановиться? Где надо начать новую цепочку? То есть, вот вы разобрали пример, и тогда уже только вот начинает с ним работать. Так, это я скрываю. Строчку мы с вами считываем. Пишем, то есть, с равняется f точка redline. Так, теперь нам нужно, значит, смотрите, текущий символ и, да, какой-то. А нам нужно будет, что еще? Нам нужно будет n нулевое, наверное, да? Ну и, в принципе, наверное, все. Потому что это вот как бы наши вот символы, которые мы с них начинаем, да? Ноль. Ну, пусть будет тоже ноль. Все, есть. То есть мы начинаем с нуля. Теперь мы идем по нашей вот этой строке. То есть у нас внешний цикл идет для строки while. Пока и по-любому здесь будет у нас меньше, чем для нас строки. То есть здесь все нормально. Теперь, что мы делаем с вами дальше? Вот мы с вами пошли по нашей строке. Откуда мы начинаем каждый раз новую цепочку? У нас сейчас идет работа с этой подцепочкой. А начинали мы с вами, вот у нас pine, да? Начинали мы с вами каждый раз с, фактически, с нулевого значения, вот этого, с n нулевого. Поэтому я его и записала здесь вот до начала цикла. То есть мы пишем i равняется n нулевому. То есть мы будем делать каждый раз так вот, возврат назад. Есть. Дальше. Что нам нужно будет сделать? Это начало цепочки. В ней нет еще символов, никаких точек нету, да? Поэтому количество точек у нас будет равно чему? Нулю. есть. Теперь нам осталось по нашей цепочке пробежаться, да? То есть сейчас мы обрабатываем вот эту цепочку. Опять первое условие, что вы делаете, это не выход за пределы цепочки, да? Итак, i меньше, чем ленатес. Все, прописали. Теперь условия для нашей цепочки. Помните, мы с вами прописали выход, да? То есть пока у нас 3 точки, меньше или равно 3, то есть все, мы остаемся на вот этой нашей вот цепочке. То есть прописываем kt, получается у нас так, kt меньше равно 3. Вот так. То есть вот пока этот сной выполняется, мы с вами будем по нашей цепочке t. Теперь что мы делаем? Нам нужно найти самую первую точку. Итак, если s с индексом i равняется вот этой точке, да? Вот она, точка эта. Нам нужно запомнить, если это была первая точка, нам нужно запомнить следующее за ней всем. То есть в каком случае это первая точка? Если наше количество точек было, равно, получается, чему? Нулю. То есть это, ну не было еще до этого точек. Вот она, kt равно нулю. Что делаем? Запоминаем следующий за текущий вот этой вот. То есть сейчас мы стоим на точке. Наш символ – это точка сейчас. Нам нужно следующее за точкой. Значит, n нулевое равняется i плюс 1. Ушли на следующий символ. Запомнили его. Это новое начало цепочки. Теперь по-любому придется вот это количество точек увеличить, да? То есть kt плюс равно 1. Все. Теперь, а вдруг это не первая точка? Вам же все равно количество точек нужно посчитать, да? То есть lf. Почему lf? Почему нельзя здесь lz прописать? Вот. Мне нужно, что у меня s это именно символ. Это точка. lz у меня будет, если это не точка, либо же, если у меня точек было больше, чем 0. Поэтому здесь не нужно именно lf. То есть s и t мы проверяем, что равняется точке. Вот оно. Ну, в этом случае мы что делаем? Просто увеличим kt на единичку. То есть kt, количество точек, плюс равно 1. Все, есть. Условие прописали. Что нам нужно? Это увеличить обязательно параметры нашего цикла. Это i. И увеличиваем. И плюс равно 1. Так, ну, давайте-ка все-таки уйдем на следующий символ. И не забываем о том, что нам нужно найти максимальное значение. То есть получаем max между m и минус 1. Помните, я говорила, что мы как бы стоим на точке, поэтому нам нужно немножко вернуться. И мы вычитаем начало нашей цепочки еще. Ой, да, вот она. Минус n нулевое. То есть смотрите, мы сейчас стоим на символе i, а цепочка начиналась на n нулевое. Поэтому длина цепочки i минус n нулевое. Единичка здесь вычитается за счет того, что мы сейчас стоим именно на точке. Так. И обязательно, смотрите, вот здесь нужно прописать, что i плюс равно 1. Почему? Потому что мне нужно сейчас будет уйти с последнего символа. То есть если я вышла за пределы строки, чтобы здесь вот я все-таки куда-то остановилась. Иначе мы не выйдем. За цикл не произойдет. Ну и осталось что сделать? Осталось напечатать вот эту вот максимальную длину. все, так я с ним где не ошибаюсь. Да. Обратите внимание, в принципе, не так долго она у нас работала, задачка, да? Несмотря на то, что у нас были возвраты назад. То есть вот сама задача вот такая у нас получается. у полякова очень много последних задач, что у него такого типа идут. Например, там нужно будет не более трех точек, не более там четырех букв А, например, да? Ну, в принципе, задачка вот она. Шаблончик получился у вас. Условия все есть. Здесь важно четко понимать, как оно работает. И когда будете вот отлаживать, не всплывать, что вы сначала сюда ставите решеточку и на своем примере проверили. Хотя бы один пример вы должны сделать свой. Потому что если время как будто у вас остается, всякое бывает. Где-то вы не там поставили, например, забыли единичку отнять, да? Или еще что-либо. То есть здесь нужно обязательно свой пример. Так. Ну, успеем еще одну задачку, нет? Ага, все, тогда у нас 5 минут еще есть. Успеваем тогда. 177-й давайте посмотрим все-таки. Так. Она попроще. Нам нужно максимальное количество идущих подряд символов, среди которых нет стоящих рядом букв П и Р. В любом порядке. Значит, чем она отличается, да? Ну, во-первых, у нас здесь только одна строчка, да? Здесь тоже у нас одна строчка. Мы можем задать, смотрите, списочек. Я так его назову, П и Р. И в списке я помещу вот эти возможные, как бы, значения. То есть, смотрите, может быть, у меня так, буква заглавная. Может быть, П и Р. А может быть, наоборот. То есть, Р, Р, потом П, да? Сначала Р, потом П. Есть. Все. То есть, если у нас, как бы, наши два символа, они сюда подходят, да? То это у нас, как бы, будет конец цепочки. Нет таких у нас стоящих рядом букв П и Р в любом порядке. Так, строчку мы с вами считали. Максимальная длина у нас с вами уже где-то, по-моему, была. Ну, и нам нужно только будет и буковку, да? То есть, начало цикла. Вот она. Так, что делаем? Идем по строке. Дальше нам будет нужна какая-нибудь текущая длина строки. То есть, ну, например, К. И не забываем о том, что начальное значение, как минимум, у нас может быть один символ, да? То есть, один символ по-любому будет. Поэтому мы берем единичку. Опять, почему еще раз единичку? Мы берем, нам нужно, смотрите, сравнить этот символ и следующее за ним. То есть, мы идем по два символа, поэтому здесь с единицы начинаем. Так, дальше что мы делаем? Сейчас я вот этот хвостик сотру. Мне не нужен будет. Итак, нам что нужно сделать? Нам нужно проверить, что... Можно срез, кстати, сделать, да, опять? Можно сравнить по символу, но я вот уже специально вот эту вот списочку сделала для того, чтобы сделать вырезку из строки, срез такой строки. текущий и ты, следующий за ним и плюс один, извините, так, и плюс первый. Мне и плюс первый нужно взять. То есть, вот этот вот символ я беру, да? Вот для того, чтобы его взять, я здесь должна прописать на единичку большее число, то есть не плюс один, а плюс два. И раз я беру и плюс первый, здесь я тоже прописываю, что у меня условие и плюс один должно быть меньше, чем длина строки. Так, теперь условие того, что вот это символ у меня, символ текущий, это PR и ERP. Вот эта срезочка, срез из строки, у меня должен войти в массив PR, в список PR. Теперь смотрим условие. Нет стоящих. Кто нам мешает написать нет? То есть, вот у нас нет теперь их. Нет этого вхождения. Что делаем? Увеличиваем количество символов на один. Ну и то же самое переходим на следующий символ. Все. Так, что нужно дальше сделать? Осталось нам с вами, получается, найти максимум, да? M равняется max между максимальным значением M и текущей длиной цепочки. Опять два цикла. Должно быть 2 и плюс 1. И плюс равно 1. Все. Прописали. И M выводим. Так, вот я что-то не проверила. Название файла. 157. Так, ну и ответ у нас с вами получился правильный. То есть, все у нас с вами готово. Так, ну что, для того, чтобы вам решать вот эти задания хорошо, вам нужно отработать вот все те типы файлов, которые я вам сейчас дала. Все эти типы задач. Я вам советую начинать вот именно с первых и дальше потихонечку уходить. Хотя бы по 2-3 задачи нужно решить каждую типу обязательно. Так, ну что, сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.